25 апреля на утреннее построение вышли юные бригады пожарных. У воздухоопорного комплекса собрались ребята из всех школ города. Перед ними стояла задача особой важности – пройти все этапы соревнований, посвященных Дню пожарной охраны. Команда состоит из пяти человек, деток, которые являются учащимися в школах. Соревнования состоят из двух этапов – это интеллектуальный конкурс и пожарные эстафеты. В основном детки показывают здесь умение не только интеллектуальных знаний, но и умение одевания боевой одежды, перенос пострадавших, боевое развертывание с подачи воды и необходимость попасть в цель именно с пожарного ствола. То же самое на интеллектуальном конкурсе они показывают свои знания, умения, то, что они знают, как пользуются первичными институционными пожарными тушениями, как действуют через решение ситуации. До начала состязания бойцы прошли инструктаж по технике безопасности, а затем вышли на ответственное задание. Чтобы подтвердить звание юных огнеборцев, команды сдали теоретический экзамен. Для этого нужно было вспомнить виды огнетушителей и правила разведения костра. В то же время бригады проходили практический курс молодого спасателя. Для начала надевали на скорость боевую форму. Примерив экипировку, ребята вооружились настоящей водяной пушкой и пытались погасить учебное пламя. По легенде, им был красный шар, который стойко выдерживал попадание. Ученики 19-й школы успешно прошли все этапы эстафеты, ведь они были вооружены основательными знаниями ремесла пожарных. Чтобы хорошо выступить на состязаниях, ребята из 5-го Б-класса в течение нескольких недель проходили усиленную подготовку. Мы каждый понедельник, среда и суббот, и пятница ходили заниматься. Пожарные нам все рассказывали, мы одевались на скорость. Самый быстрый у нас Саша. Конечно, это не полный состав. У нас был еще мальчик на замене, но у него температура. Передаем ему, чтобы побыстрее выздоравливал. У нас команда огонек, самая дружная, как мне кажется, самая приготовленная. Мальчишки еще в раздумьях, будут ли они спасателями, когда станут взрослыми. В любом случае, они уже получили некоторые навыки этой профессии, научились работать в команде и узнали, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях.